И похоже, нас уже видят зрители, которые вовремя в 19.30 включили свои компьютеры и смотрят нас в онлайне. Здравствуйте, очень рады, что вы с нами. Очень рады, что с нами сегодня наш гость, которого мы анонсировали. Он пришел и будет отвечать на ваши вопросы. Это вратарь Донецкого Шахтера, вратарь сборной Украины и еще там большой список регалий, достижений и интересных фактов. Это Андрей Пятов. Здравствуй, Андрей. Добрый вечер, очень приятно. Задавайте вопросы. Понеслась. Задавать вопросы буду я, друзья. Во-первых, спасибо, что вы их присылали. Во-вторых, среди ваших вопросов, естественно, есть вопросы бытового плана, которые людей интересуют. Есть футбольные болельщики, которые задают серьезные вопросы о футболе. Постараюсь задавать и те, и другие. По возможности хочу задать все. Поэтому, если у нас получится такой блиц, лаконичные ответы, тем более... Ну, подожди, сейчас. Начинаем. Значит, город Торрес на связи. Какое было чувство, когда тебя впервые вызвали в национальную сборную Украины? С футбола. Начнем сразу. Юля. Волнение. Волнение было серьезное, потому что меня вызвали в сборную, где был на то время, да, я когда мальчишкой смотрел футбол, и Александр Шовковский туда играл и за сборную, и за Динамо. И это был, ну, можно сказать, любого мальчишки там, который любил в воротах стоять, это был какой-то кумир, да, для себя? Да и есть наверняка. Ну, да. И поэтому, как бы, оказаться с ним уже в роли как коллеги, это уже, конечно, переполняло больше всего это волнение. Боюсь, Юля даже не подозревала, какой развернутый будет ответ. Спасибо. У нас их много вопросов. Незамедлительно следующее. Запорожье. Когда на тренировке тебе бьют штрафные, и ты их отбиваешь, то ты как-то подшучиваешь над игроками. Ну, конечно. Мы остаемся после тренировок, а просто как бы уже индивидуально работаем, поэтому стараемся как-то затравить друг друга, чтобы интерес был какой-то. Играем там на кувырки, на что-то, ну, без разницы. Играем на кувырки? Да, ну вот, они играют между собой, но я могу сказать, если они там с 10 ударов забивают мне там 1, 2, то есть я делаю там 3 кувырка, а если нет, то они все 10 человек бывают. Скажи просто, кто из ребят чаще всего кувыркается? Не буду их обижать, давай так. Ну, наоборот, хорошо, наоборот вопрос. Кто самые заковыристые бьет штрафные? Чьи тебе тяжелее всего брать? Ну, есть у нас. Дарью, конечно, исполняют. Есть. Саня Валаик хорошо бьет, то есть не буду... Штрафные, сейчас очень важно, штрафные бьет. Значит, Калеб из города Доденецка. Андрей, привет, умеешь ли ты готовить твое коронное блюдо? Ну, готовить я не так, как... Не, я умею готовить не так давно. Суп сварил, без проблем, очень вкусный. Ну, в основном это, как бы, завтраки. Любые, там... Яичница. Нет, яичница, пытаюсь ее как-то разнообразить. Какие-то бутерброды. Яичница с бутербродами, это хорошо. Но, на самом деле, мы о готовке чуть позже еще задам вопрос, потому что там... Я сразу его задам. Значит, есть люди, достаточное количество вопросов, которые смотрели, как жена Андрея Пятова в одном из шоу показывала рецепт оладушек. Значит, люди, им очень понравился этот рецепт, и они готовят оладушки до сих пор. И они спрашивали о твоем коронном блюде. Ну, кроме яичницы, что-то ты... Нет, я... А в моем именно, что я готовлю? Да. Нет, я особо так не сильно. Только в основном назад. Иди, я же врю. Вот это попробовал суп, в принципе, половину. Окей. Не поверишь. Следующий вопрос о футболе. Какой украинский клуб станет основным соперником Шахтера в следующем сезоне? Ну, по твоему мнению, безусловно. Я не могу так загадывать, знаете. Я считаю, это ответ. Неизвестно, что будет пока со следующим сезоном. Поэтому мы сейчас... Но верим в лучшее. Дай бог. Пусть все клубы будут достойными соперниками. Это будет интереснее чемпионат. Умеет кто-то в команде играть? Извини, просто это не полностью вопрос. Играть на музыкальных инструментах? Ну, это наши бразильцы. То есть они и на гитарах, и на барабанах, и на бубенцах, можно так сказать. У тебя есть любимый исполнитель? Из них? Да. Нет, Тайсон хорошо играет. И поет даже. Я выделаю бы его. И Адриана тоже. То есть если бы ты кого-то раскручивал, ты бы ставил на Тайсон? Ну да, я думаю, можно было их. И имя уже как-то людьми нормально воспринимается? Да. Здорово. Макеевка на связи. Виктория и Эдуард спрашивают. Если нет секрет, чего больше всего боялся Андрей Пятов в детстве? Сразу второй вопрос. Кто из вашей семьи больше всего любит смотреть матчи с вашим участием? Ну, про детство. Чего боялся? Наверное, высоты. Честно. Мы, ну, как в детстве, все везде бывали и в подвалах. И, наверное, когда поднимались на крышу, был страх высоты. Но потом отпустило, да? Ну, как-то больше не лазил, знаешь. Просто официально Википедия говорит, что рост Андрея Пятова метр девяносто. Достаточно, чтобы бояться высоты. Ну, понятно. Когда смотришь вниз, то, конечно, обалдение есть. Слушай, ну, еще вопрос бытовой. Многие люди, когда видят перед собой реальные ворота футбольные, как ни странно, нас смотрит большое количество людей, которые знают точно размеры. Но когда ты их видишь визуально, то ты понимаешь, что вообще к вратарям вопросов никаких. Вот тебе бывает страшно, когда ты бежишь в соседний угол, взлетаешь, естественно, да? Что ты сейчас хряпнешься? Это уже привычка на тренировке. Мы же в игре можем один-два раза упасть, а на тренировке по 100-200 раз падаем. Как много нового мы узнаем. Так, умеет ли? Так, это уже про музыкальные инструменты было. С кем живешь на базе? В одной комнате? С Сашей Кучером. Спасибо за ответ. Быстро все. Значит, вот вопрос был интересный. Всем известны такие вратари-бомбардиры, как Хосе Луис Человерт, Рене Гита и Рожей Риосенни. Не возникало ли у вас желания, цитирую вопрос, не только защищать ворота, но и самому пробивать штрафные пенальти? Да нет. Если бы я умел, то может быть и бил. У тебя в карьере нет гола, который ты забил? Нет. От ворот до ворот? В детстве когда-то после матча в пенальти бил, но не забил и как-то закончил. Поэтому ушел в вратарей. Поэтому решил заниматься чем-то одним. Ну, а раз о детстве зашла речь, многие знают эту историю, но хотелось бы от тебя вкратце ее услышать. Вот эта штука про мопед. Что вот тебе говорят, что была такая технология. Тебе купил мопед. Папа. Да, отец. Папа. Тебе ставили мопед сзади, да? Ты стоял в воротах и… Нет. Нет, это уже придумали люди. Да. Я единственное могу сказать, что на этом мопеде, он маленький, там, ну, в Ямаха был, по-моему, садился я с двумя человеками и еще два велосипеда на тросе мы тянули. Представляешь, да, сейчас люди… Представляете, какой у нас этот был длинный паровоз, тандем. И так ездили там утром на рыбалку, да, там, рано утром вставали там в 4-5 утра. Одевали по два костюма, потому что холодно летом даже было. Спортивных, я надеюсь. Ну, да. Ну, сейчас, между прочим, люди, которые все детство отгоняли на Карпатах, услышали Ямаха и думают «та-та-та-та». Ямаха – это хорошо. Согласен ли ты с мнением, что вратарь – это вопрос из Твиттера? Кстати, маленькая пауза, друзья. У нас есть соцсети, можно хранить интернет, в которых вы могли задать вопрос Андрею. Это Аск Пятов в Твиттере, это сайт футбольного клуба Шахтер, а вот в группе ВКонтакте вопрос можно задавать и сейчас. Так вот, вопрос из Твиттера. Согласен ли ты с мнением, что вратарь как вино? Чем старше, тем лучше. Не знаю, чего это мнение, но интересно. Но вы знаете, что это я придумал. Говорят, что чем опытнее вратарь, тем он стабильнее становится. Поэтому я придерживаюсь, но нужно это доказывать на поле. Ну а если реальный вопрос задать, вот сколько, как срок действия, очень плохое слово, такова приблизительно продолжительность карьеры вратаря. Вот вы видите, Шварцер играл в полуфинале за Челси сорок два, ну 41 с половиной. И Игорь Шуховцев, вы видите, металлист, я тоже 42 года. Возможно, это он и задавал вопрос. Да. Вот, ваша жена Юлия в телешоу поделилась. Это была Элла из Макеевки, она уже услышала ответ на свой вопрос. Вот интересный вопрос. Ты играешь в видеоигры? Кто у вас в команде лучше всех играет в FIFA? Да, я иногда играю, но у нас есть турниры устраивают ребята на сборах, особенно, потому что берем приставки там, ребят, и делятся на команды. Там, я знаю, Сережа Корецов играет с Тарасом Степаненко, там, Вагдан Сарнавский с Эдиком Соболем, ну, то есть есть команды, там, Канниболотский с Никитой и Крюковым, то есть и мы иногда с Сашей Кучером тоже подключаем. Но кто самый заправский? Ну, там, трига идет, это самое главное, да. Пока мы не знаем. Да, поэтому, да. Немножко о футболе. В команде есть молодые вратари, это не секрет, да? Скажи просто, как, я уверен, что у вас хорошие отношения, но как складываются отношения субординационные? То есть ты самый опытный сейчас вратарь, шахтере, молодые ребята. Я не чувствую себя таким, что я там старый, какой-то опытный, но находимся в одном состоянии, в одном положении, поэтому все у нас равны. Но ты подсказываешь им, чем-то помогаешь, поддеваешь? Ну, стараюсь, конечно, и где-то, чему меня учили, я пытаюсь где-то и паскать. Но я вам скажу, у нас два замечательных тренера по вратарям, которые больше меня знают и подсказывают. Окей. Помнишь ли ты свой первый матч за Сахтер, пропустил ли ты в нем гол? Да, это был первый же матч за Шахтер. Мы играли на Суперкубок против Динамо в Одессе. Мы сыграли 2-2 и по пенальти проиграли. Я думаю, этот матч должен был запомниться. Больше запомниться следующим. Следующая игра опять с Динамо в Донецке. 1-1 сыграли. Ну, вот, кстати, все отмечают, что вратарь не может не пропускать мячи, да? Но когда ты пропускаешь мячи, порой даже в очень важных играх, ты сохраняешь спокойствие. И это просто черта характера? Ну да, я думаю, это где-то со временем выработалось какой-то немножко флегмата у меня. И поэтому это помогает мне именно в работе. Но все равно мы же понимаем, что ты флегмат, может быть, когда уезжаешь со старера. А когда ты приходишь, тебе что нужно делать? То есть после неудачи, что делать Андрей Пятов? Если он чувствует... Неудачу нужно потом разбирать. После игры, как с тренером сесть. А во время игры еще есть возможность исправить все. И главное оставаться, то есть оставить уверенность партнерам, чтобы они почувствовали, что ничего страшного не произошло. И я думаю, когда команда почувствует, они побеждают и помогают тебе же. Хотел ли ты закончить карьеру в Шахтере? Хотел ли бы ты, вот так вот сформулированный вопрос, закончить карьеру в Шахтере и все ли тебя в Донецке устраивает? У меня все устраивает. И я мечтаю закончить в Шахтере, но все зависит от меня. Ну не торопись, пожалуйста. Какие... Вот этот вопрос я отдельно выделил, потому что если тебе после озвучивания вопроса нужно будет зарисовать, я готов. Внимание, вопрос. Какие удары легче парировать? Те, которые летят под перекладину или тот удар, при котором мяч летит низко и быстро в дальний от вратаря угол? Ничего себе. Любой удар, он по-своему тяжелый, поэтому выделять какие-то... Бывает самый простой удар, он самый тяжелый. Здесь нельзя ответить там категорично. Как вратарь готов в данной ситуации, какую он позицию занял? Тут главное, знаете, как говорил покойный Виктор Васильевич Носов, он говорит, когда вратарь прыгает за мячом, значит, он уже потерял позицию. Главное не перепутать. Скажи, ну а какая самая выгодная позиция в любом спорте? Когда мяч летит, ты должен оказаться там, где мяч в тебя летел. Если ты будешь читать игру, перемещаться, то это самая идеальная позиция. У нас сейчас наверняка еще смотрят ребята, которые только начинают играть в футбол. Ну, в детстве иногда кажется, что на ворота ставят... Как правильно сформулировать? Знаешь, ты там един на ворота, самый младший. Я бы так сказал, недостаточно техничных игроков. Я вам скажу так, что я ходил на футбол, занимался там три раза в неделю, когда только я пошел. Но во дворе я всегда бегал в поле. Я как бы компенсировал это. И поверьте, один самый лучший был во дворе. Статистика говорит, мы верим. Статистика говорит, что в среднем профессиональный вратарь пробегает 3-4, а то и 5 километров за матч. Ты не замерял никогда? Не, у нас ведется, у нас инстат футбол ведет после каждой игры. То есть в среднем мы с Антоном 4,5-5. Ну, бывало по 6 бегать. Ну, это играючи, это будучи в игре. Ну, вот игра, да. Вот дают распечатка, там футболисты сколько пробежали. И вот дают там вратарь в Запорожье. Я пробежал, когда мы на выезде играли, 6 километров. Скорее просто, а нет статистики мистера? Сколько во время игры? На какой раз там не бегал? Знаешь, надо вы это, у Симеона замерите. Он больше бегал. Обязательно замерим на следующем онлайне. Как я говорил… Надо ли чемпионов, знаешь. Там побольше. Да, там же. Между прочим, есть очень острый вопрос по поводу Лиги чемпионов и по поводу Еврокубковых матчей. Вопрос следующим образом звучал. Я просто не хочу тратить время, чтобы его искать. Вопрос был такой. Что сказал капитан Дарио Сорна тебе, когда ты пропустил гол с Байером? С Байером? С Вердером. С Вердером, да. С Вердером, да. Ты не пропускал Байером? Пропускал. С Вердером, да. Ничего. То есть он подошел, дали по рукам, сказал, давай, все нормально. И все вылилось в итоговый результат. Потом команда сыграла уверенно. И в итоге я почувствовал уверенность. И спокойно довели. Спокойствие. И только спокойствие. Хочу, кстати, я уверен, что все знают. Для тех, кто может быть не слышал, сказать, что Андрей автор нового рекорда сборной Украины. Да, это сухая серия, которая длится 752 минуты. Чем я тебя поздравляю? Ну, вы знаете, спасибо, конечно, но на фоне тех событий, которые были на тот момент в сборной, чтобы я не ставил эти рекорды, но мы поехали брать. Очень обидно. То есть об этом больше думала, чем о рекорде. Что делает честь вратарю сборной, но тем не менее процесс забывается, результат остается. Как я и говорил, в группе ВКонтакте у нас есть общение прямо сейчас в онлайне. Обязательно должен оттуда задать пару вопросов. Конечно же, капитан Очевидность на связи сегодня. Какой самый любимый предмет в школе? Анастасия из Кантель. Была, так можно сказать, до пятого класса математика. Был, ну, как бы, в этом, как говорят, деньги надо было считать им. Надо было, да, да. А вообще потом уже русская литература. Ну и перемена, конечно же. Ну, понятно. Как же без них. Ну, деньги считать, это очень важно. О бизнесе Андрея Пятого мы поговорим чуть позже. Оставайтесь с нами. Еще пара вопросов. Какие у тебя отношения в сборной Украины с игроками Днепра, Металиста, Динамо? Абсолютно дружеский. Мы созваниваемся с некоторыми, поэтому нет никакой вражды, как говорят. Мы все вместе одно целое. Сейчас будет неожиданный вопрос, потому что название этой передачи давно не фигурирует. Цитирую. Это Екатерина из группы ВКонтакте. Если тебя пригласают на телепередачу «Поле чудес», что ты подаришь ведущему? Это Якубовичка еще, да? Он сейчас не видит. Да, он думает. Я даже не знаю, там, по-моему, все есть. Может. Да? Ты думаешь, там нет? Кстати, наличие здесь перчаток, я думаю, нам надо объяснить нашим зрителям. Я правильно понимаю? Лучше вопрос получит. Ну, да, с автографом, надеюсь, маркер есть, я распишусь. Как ты смотришь, если мы двоим людям подарим, мы с двумя автографами? Это атрибут больше, это как бы не такие профессиональные перчатки. Ну, посмотрим еще. Больше атрибут для того, чтобы человек видел, чтобы положить это, как говорят, под стекло. Я к тому, что если будет очень много вопросов, у нас раз, два, три, пять, еще можно, десять сувениров. Мы продолжим, потому что вопросов правда много. Любишь ли ты путешествовать, в каких странах уже был и какие еще хочешь посетить? Я думаю, каждый любит путешествовать. Главное, было возможно. И поэтому мы побывали с женой во многих, в основном, когда у нас отпуск выпадает, да, зимой ты хочешь куда-то окунуться в теплые, да, края, поэтому мы побывали в Доминиканской республике, на Бали были, на Макдивах. Ну, так же посещали и Карпаты наши, и Австрию. Ну, а бывает так, что жена говорит, я очень хочу, вот на этот курорт, ты говоришь, слушай, ну там же никакого футбола, там никаких стадионов. Да я только за. Хочется отдохнуть? Конечно. Для этого существует, как бы, пауза, чтобы отвлечься от футбола. Сейчас вопрос очень интересный, думаю, для тебя. У тебя двое прекрасных девочек. Скажи, хотелось бы третьего малыша? Ну, именно малыша, да, хотелось. То есть. У тебя две девочки, а малышка? Да, хорошо. Ну, малышку, да. То есть мы уже в плане, ну все нормально. Так что, все нормально, главное, чтобы здоровенько было. Можно говорить об этом, да, что в плане? Да, я думаю, ну, как бы, все увидится, время покажет. Всему своё время, да. У нас есть еще вопрос от Сергея ВКонтакте. ты еще увлекаешься другим каким-то другим видом спорта кроме футбола как особо нету времени до поиграть во что-то можем на как если мы попадаем там с ребятами на отдыхе с удовольствием волейбола это не запрещено у тебя нету какой-то рефлексов что там же принципе тоже ворота только седни не не знаю я просто в детстве играл за школу в волейбол на и поэтому у меня навыки остались прекрасно андрей ваша любимая форма перчаток если это можно озвучивать фирма да ну это ультспорт ну как ультспорт ахолспорт по разному кто как говорит это не немецкая да это чисто вратарская фирма спасибо очень много про готовить мы уже об этом говорили с вашего позволения уважаемые зрители пойдем дальше футбол для вас игра или работа вопрос риторический это любимое дело любимая работа ну про работа тогда добьем не секрет ни для кого что сайт hot sport это детище ну как мои это моего друга детище просто я как совместно с ним я как можно сказать лицо компании но на этом твои функции ограничивается или ты участвуешь нет нет это на этом ограничиться там есть ребята которые подобраны они профессионалы не знает чем заниматься поэтому сейчас еще один сайл у нас три сайта то есть hot sport это как в общем о спорте везде есть биатлон я это там у них и договоренность федерация биатлона то есть все официально и сейчас открыли месяц уже диалог его связи с обстановкой в стране то есть я думаю новости политики сейчас актуальны тем более там хорошая команда собрана и и объективно все кстати про объективность если на сайте hot sport появится статья с критикой 3 5 легко хотите завтра может я в этом люди если она оправдана то есть я за честность без проблем и я могу прийти туда же вход спорт и вся один журналист и будет не этом с критикой но я готов ответить на все еще одно направление деятельности это дизайн агентство агентство 3d дизайна но это было но но как бы так пока немножко да да ну и мне кажется у этого агентства сильная страна она называется нейминг потому что официальный сайт но это мне тоже друг просто как подарил можно сказать на день рождения этот сайт и он сам его поддерживает то есть я иногда но сейчас давно там люди оставляют тоже вопросы иногда этом ну за раньше старался почаще сейчас как бы реже там люди оставляли вопросы я приходил также отвечал на них ну сейчас просто онлайн но мы желаем удачи твоим проектам ну спасибо большое все ждут критическую статью вопрос по поводу перчаток уже тоже чтобы удовлетворить любопытство наших читателей насколько хватает пара перчаток на сколько матчей на матче ну на матче 5 где-то ну как бы они дальше хорошие но я как бы уже на тренировку беру есть игровые да они че там матче 5 можно сыграть потом уже можно на тренировку как бы пустить сейчас мы сделаем большую паузу потому что следующий вопрос требует спокойствия что мы уже выяснили у вас красивые волосы нет это природа от отца передать ну хоть что-то для раисы очень приятно конечно ведь я застеснялся таких вопросов кстати это наверно в моей жизни ну всех интервью на первый вопрос да по-моему одну можно уже это да нет не придерживайся у нас в принципе есть диетолог да на базе и на базе у нас питание так детей ну как бы как где-то дома у нас нет ограничений кто как хочет так но не могу не спросить об этом потому что юмор юмором а вот взаимоотношения в команде очень важны когда вот с сашей там случилась неприятность вы поддержали ну конечно вы знаете в тот момент когда на нем все это на это все его трогать ему чем-то там не имело смысла то есть он знает что мы на это все через работу только поэтому я его поддерживаем и в хороших отношениях до сих пор конечно мы у него замечательная дочь растет поэтому я главное что у нее семье что он прошел этот этап такой тяжелый и не опустил руки а продолжает и добивается желаемому всего самого взаимно ругает ли вас мерчал ческу после матча если вы пропустили мяч ну конечно ругает указывает на ошибки конечно иногда это более в повышенном тонне иногда это спокойно то есть это эмоции все поэтому все спокойно после игры есть у нас теории мы все разбираем есть тренер по вратарям скажи а вот эта связка с защитниками то есть у вас есть какие-то отдельные отношения вот именно защитниками потому что они первая линия перед тобой нет у нас есть общая командная тактика да и тренер указывает на каждую линию которая должна там компактно быть поэтому у нас защищается все то есть должны от нападающего и до защитников до вратаря также атаковать тоже практически все этом и крайне защитники то есть кроме там центральный это вы видели ставлю ярослав ракицкий 2 ну вот нам на если происходить на футбол где не такая атмосфера как на арене где все шумят да и там постоянный накал такой то слышно что вратарь очень много разговаривать конечно как ты их называешь не указание непонятно у каждого есть у нас команде есть меня но пят называй да как скороченная кучера куча называю мне удобнее так кривцов криво там но это да это и такое я думаю не для никого не секрет что да вот так проще конечно а вот туда ты докрикиваешь туда тяжело там саня там саня кусер пытается какие чувства и впечатления остались от этого сезона спрашивает влад из twitter ну тяжелый знаете тяжелый сезон такой и не блистали можно сказать мы ну это понятная причина у нас сменились можно сказать люди в команде и новые пока притирается ну главное что мы еще у нас все зависит от нас и в кубке страны и чемпионате поэтому это самое спасибо сергей из сайта вконтакте напомню там можно онлайн даже сейчас задавать вопросы спрашивает если вам предложат контракт из барселоны пассажир ну еще как какого-то знаменитого клуба согласитесь ли вы туда перейти нет спасибо правда ли что в банке пепси с пятого больше чем в банке пепси с месси не знаю не замерял ну может по объему самого не знаю просто велишь за прическу у меня больше прическа может может как раз эти миллиметры по поводу пепси подобных напитков я слышал что вы категорически запрещено ребятам особенно в течение сезона употреблять такие а хочется есть у тебя слабости пепси ну почему это нежелательно не запрещено но есть выходной день есть да можно дублирую вопрос их очень много есть который мы уже получили в мире я из сайта вконтакте стал тот самый вопрос звучит следующим образом какую роль в вашей жизни играет семья ну или самую главную для всех это семья это самое главное это номер они потом уже там футбол потом футбольная семья кто из нападающих спрашивает ренат садыков кто из нападающих является самым опасным форвардом в мире против которых вам доводилось женя селезнев очень нестандартно болельщики какой команды вам заполнились больше всех на выездах и встречах да именно другой командами ну вы сами наши болельщики это всегда мне нравится что они везде с нами на за границей это самое главное ну а понятно есть традиции да то в той же германии где посещаемой до 80 там в баваре в бару баруси постоянно стабильно там 70 тысяч приходит ну вы сами понимаете когда 70 80 тысяч на каждую игру независимости от соперника это чего то стоит и стадион видели какая трибуна вся полностью в одном цвете и полностью один голос то есть резюмируем болельщики это очень важно но самый запоминающийся наш дом конечно вот какой вопрос у нас есть а с константина из города донецка пробовали ли вы играть на позиции вратаря в хоккее это блиц тут три сначала на коньках не ну я как бы умею не так хорошо да я не сильно коктейли больше там есть батончики специально или но есть напитки у нас мы их витаминами называем нас на тренировке из обычного да есть витамины там есть по моему лимонный апельсин он мне больше лимона что подтверждает что ребята все таки не действительно они есть у нас и ну раз пользуется популярность я спрошу в какой клуб украины вы никогда не передаете да давайте не будет отвечать в тот клуб который не играет выше лига где будете отдыхать после окончания сезона спрашивает да еще не знаю что думаем пока спасибо значит помнишь ли ты сколько пенальти за всю игровую карьеру ты отбит ну я не считал честно не могу точно сказать поэтому я думаю это на статистику там журналистов спросить они сейчас вопрос вот нас ты заметила периодически на 10 такие чтобы взбодриться просто ответь максимально серьезно лиза из санкт-петербурга как девушки научиться играть в футбол самостоятельно если навыков нет вообще девушки не знаю не знаю честно у меня сестра есть ну родная и она очень довольно хорошо ну футбол играет и и даже хотели забрать в команду но как-то мы решили семьей что это ненужный но я не знаю как удалось да нет но если по нарвалась я думаю мы все равно не смогли без запретить поэтому есть боксеры кличко мне пускай лучше на чем-то другом попробовать спасибо у кого в команде самый сильный удар ну ярослава ракетского самый самый неприятный самый сильный не потому что он виляет после удара я росла может какие эмоции ты испытывал впервые спрашивает олег из херксона выйдя на поле дон басаре ну я думаю имеется ввиду игра раз оболоне 40 до не мы когда приходили да на экскурсию доставили на сверху там с любого я яруса с любого места любая точка была видна как на ладони то есть поэтому снизу находиться это вообще еще лучше я думаю те люди которые там приходят на экскурсии которые выходят на поле я думаю не ощущает тоже чаша это все и когда насчет заполнено это даже не передать здесь есть вопрос насколько качается матчей где родные и семья болеют за тебя сидят на трибунах и матчей ну как в основном ничем не отличается для детей это по времени потому что на лигу чемпионов они не потому что у них есть режим да там они в 9 9 30 ложатся спать потому что здесь школа садик жена она старается на практически все объявление можете по стадиону вам пора поэтому попрошу доделать и не много раз ты отвечал на этот вопрос ну вот наши зрители интересуются как вы познакомились со своей женой и сколько лет вы уже но мы женой познакомились у нас было найти как есть в зимних сборах там есть такая там тренировка аэробика у футболистов полтаве нас было аэробика там была преподавала женщина я помогла девочка и вот как у этой девочки была подруга как-то один раз встретились и потом полу на дискотеке так увиделись обменялись телефонами и потом встретились ну да можно сказать я приходил на их не занятия потом смотрел поэтому сколько лет вместе уже 10 лет в этом году ну да был юбилеем скажи просто она бы я думаю глупо спрашивать переживает ли жена и дочки но вот они серьезные критики бывает так что ты приходишь или приезжаешь откуда знаете старше еще она уже по умнее она там а младше так отчеты гол пропустил и я не знаю но до явным и начинаю объясняет там вы думает могу повернуть а я уже нет он уже своими делами ну да есть вопросы по этому же поводу если вратарь пропускать гол андрей как мир человеческую ну уже по-моему было такой вопрос даешь ну да ну ругает и жарил ай но все ругают по делу если она заслуженным заслужен знаете тренер всегда прав есть такое выражение да ты это мудро павел из артемовская спрашивает готовить ли команда какой-то подарок мистеру на его десятилетие в клубе мистер тоже может нас смотреть ну я думаю вы с вами он сам знает это то есть сейчас не буду говорить соберемся и при этом что явно доказывает что андрей не только что не знаю я не могу не сегодня с томашем просто общался он тоже 10 лет команде и я его просто ты пришел вместе с мистером мистер на три месяца раньше а скажи у вас есть внутренние какие то будет там уж 10 лет в клубе ну надеюсь то есть томаша контракт заканчивается хотелось бы чтобы до собантует да хотелось бы чтоб серия анатольевич позвонил ему предложил еще на воде да я думаю это лучший подарок здесь был ряд таких вопросов каким видом спорта вы занялись или если бы не спортом то тяжело представить вне спорта потому что вы сами понимаете для нас вся молодость была ну как бы меньше учебы больше спорта да я не знаю то есть тяжело представить конечно чем бы я занялся заняться сейчас в моем возрасте уже тяжело пойти в какой-то вид спорта потому что нет навыков и возраст уже поэтому не знаю разве что администратором нет тогда продолжим вопрос а после футбольной карьеры или тоже ты пока не после футбольной я планирую связать свою жизнь футболом жизнь покажет планирую то есть дальше там надеюсь стать хорошим тренером по вратарям но об этом вчера но об этом на нас спрашивает катя из города славянска что для тебя счастье счастье это когда у меня в семье все замечательно и главное все здорово это самое главное счастье ну еще немаловажно когда те спрашивают чтобы ты делал если бы не футбол то тебе правда сложно думаться потому что вся твоя жизнь это футбол и это большое счастье но у нас по моему есть еще время мы очень динамично движемся я напомню друзья что в контакте можно задавать вопросы дима из сайта вконтакте спрашивает если психологическая разница между лиги чемпионом и чемпионом конечно как бы кто не говорил что мы настраиваемся да там вот на каждую игру все равно есть какая-то вальяжность появляется это просто обманывать вы сами это видно по играм да если ли чемпионов ты выходишь там накал ты действительно настраиваешься в чемпионате видно иногда расслабленность какая-то присутствует поэтому присутствует конечно это не хорошо это ну мистер старается это как бы нас всегда держать в тонусе но иногда мы сами виноваты поэтому иногда выходим не вы можно сказать расслаблен это футбол есть вопрос вот следующего содержания что ты предпочитаешь больше смотреть фильмы телепередачи или читать литературу да я сторон ну как сторонники меня действительно я больше смотрю там программы научные такое фильмы но жена меня уже так взяла все эти книжку куплю будешь читать поэтому поэтому но я думаю надо взяться за литературу сейчас прочитать пару ну а детских не каждый вечер как у меня много у меня у нас очень большая коллекция детских книжек то есть поэтому я как ну так не так я же говорю где детям то есть на любому но прочитали очень много книг с детьми поэтому начинаем сейчас новые про дракончика мы сейчас читали там ну разные сейчас очень богатая детская литература поэтому но как девчонки вот ты их приучаешь потому что не надо все время смотреть спать боба но у нас со спать бобом борьба идет то есть но я не думаю мы запрещаем именно спать боб у нас там есть лунтики знаешь такие были поучительные тоже знакомо верите ли вы в футбольные приметы есть ли они какие-то у вас алина и замки ну нету таких именно принципиальных есть какие-то там мелкие за бобоны там как после выигрышного масла где-то там по штангам постучает да там один раз к одной другой то есть не вне более думаю это работая выигрываем работает проигрываем на что-то поменять чисто так для себя тема фэн-шуя продолжается на из красноармейска мария спрашивает снятся ли вам вещи вещи сны перед важной игрой до 4 на пятницу не надо я думал каждого человека да есть такое дежавю да то что вроде ты видел во сне и она бывает жизни происходит поэтому ну я не научный эксперт поэтому именно доказать не он кстати матче нет у меня есть друг который реально иногда очень угадывает у меня жена юля она тоже очень часто угадывает результаты наших матчей не она мне это не говорит она может там сказать но там другу подруге кому-то там своим ну иногда верю почему знаете когда сбывается часто начинаешь немножко я думаю тот кто задавал вопрос понимать что есть приметы можно на них обращать внимание так у нас много вопросов ты знаешь я думаю если не верить то есть скучно так не скучно жить до когда ты начинаешь верить что-то как это разнообразие получать особенно в сны много с кем живешь на базе очень много этих вопросов умеешь ли готовить вот вообще бью штрафные мы все ответили уже есть вопросы от ребят ребята из контакта они спрашивают по поводу автомобилей я там напоследок оставлял эти вопросы потому что наверно проект был интересен но ты же парень естественно нужны нравиться тачки да нет люблю конечно быстро люблю быстро да ну люблю и маленькие быстро люблю маленькие но сейчас у меня большая я думаю если твои дочки смотрят они сейчас вообще поймут о чем говорить ну маленькие но быстрые но есть марка любимая нет я в принципе для меня я пробовал и mercedes и бмв да и сейчас бмв то есть принципе и audi для меня нету какой-то каждой модели есть своего мне уже ждет да какая-то конкуренция как у нас чемпионате на вот они и стараются да да поэтому как-то а какая максимальная скорость для которой давайте я не буду не ну я то есть это может было там когда еще моложе был то сейчас я понимаю что есть дети из уже в ответе за кого-то поэтому сейчас спокойно ну а есть команде какой-то самый лихачий ну лихачей нету но есть любитель то есть который там антона канниболоцкого то есть у него хорошие машины быстро поэтому я думаю он вы его пригласите на передачу сюда и он вам все ответит сейчас у нас андрей значит в контакте руслан спрашивает поедешь или когда в роли этого да и так понял ну вроде в роли болельщика нет не поеду анастасия чем вы обычно занимаетесь по дороге в город в котором играете если вы кто-то есть а по дороге ну мы играм в карты да не но мы садим у нас есть обычно дурачок да как дурак я думаю не будем умничать то есть обычная рад дурак который у нас играет 66 7 человек есть которые мы на вылет играем то есть это у нас уже можно сказать лет ну и это было до меня я как уже здесь по всем родиться да это как традиция но то есть не на деньги нет нет на вылет просто вот такие игры на анастасия в каком фильме спрашивали и в какой роли хотел бы ты сняться да я не вижу себя фильме я не любитель сниматься фильмах или чего ты там нет у меня онлайн и на сайте вот не екатерина спрашивает кого специфический вопрос кого из бывших игроков шахтера сейчас действительно не впадает в команде я думаю речь идет только я считаю нету смысла говорить люди были в шахтере людей ушли и на их место приходили да там более сильные там или то есть у нас ушли и хорошие фернандини вильям и рад и лёша это же там который ну так видит тренер и здесь говорить кого не хватает всех не хватает знаете я всех бы вернул но не может быть в команде 50 человек на окей пользуясь случаем если кто-то есть бывший игроков шахтера нас смотрит андрей передает вам привет вас всех если жизненный девиз или если нет можешь ли его сформулировать спрашивать нас валерий но у меня есть как бы все что не делается все к лучшему то есть я как все есть в жизни все бывает бывает плохие дни но раз он такие значит так нужно поэтому нужно это пережить там вместе семьей и дверца дальше мотайте на вконтакте очень активно включились все ради достижения цели можно переступить через свои принципы спрашивает валерий ради семьи можно я что ради цели какой-то и если это вред принесет какой-то то есть я себя когда-нибудь ты был перед выбором семья или работа нет нет ну то здесь работа да у нас работа как жена говорит как у моряков да мы постоянно в разъездах поэтому она что 7-2 жена это понимает и сейчас дети и они идут сюда со мной поэтому они со мной здесь где бы они был до донецке там полтаве полтаве спасибо спрашивает пытаетесь ли вы научить русскому языку бразильцы ну конечно как они нас но португальском да поэтому и мы их учим и они поверьте и фернандо уже какие-то до предложения может спокойно сказать он иногда там там вчера мы сидели да ну вы играли когда со слоутичем а он сидит и знаешь там степаненко поставь корпус ну так и я так на него смотрю примеры поэтому они хватаются ну кто хочет тут и учит а скажи что-нибудь на португальском чтобы болельщики знали когда выйдет давайте это чисто футбольный то есть не молодец ну а бригада это спасибо не но есть много это слово сам это с футболом связано на там если ума линия и это но это чисто как с мистером общения то есть он нам объясняет поэтому мы уже практически знаем я слышал что бразильцы а в основном из этой стороны футболисты шахтере они невероятно талантливые говорят что они очень быстро осваивать язык там фермы чуть ли не за год я говорю кто хочет тот и осваивать как и любой человек да если я немного честно скажу ленив да немного я тоже давно выучил английский пошел бы записался но надо себя заставить надо себя заставить но такого не просто с нашим графиком знаешь у нас как ненормированный график не сказать что у нас завтра сегодня утром я не могу сказать что у нас завтра будет тренировка потому что у нас каждый день ну как бы меняется и поэтому мне назначить время там с репетитором то есть нужно хотя это я понимаю это не оправдание это моя вина да согласен поэтому буду стараться до на мистер много языков на на данный момент ну хотелось конечно мы мечтаем завоевали кубок уфа чемпионаты завоем конечно чемпионат мира очень верно поэтому ну хотелось конечно но никто не отказывается и чемпионата украины от кубка и главное это футбол нужно всегда куда не попадаешь добиваться максимальной цели очень волнует людей вопрос номер под которым ты говоришь во первых видно это из-за фамилии многих волнует вопрос почему не взять все-таки номер пять сашек у соседа надо надо ночью подушка это очень дружит и почему не возьмешь номер один спрашивать у нас аркаде ну как там я в полтаве выступал по 21 номером и как любой я начал пошла там карьера до меня шахтер пригласили я думал ну как бы приеду на попрошу 21 номер ну как там приехали я саша ватки это тоже приехали нам на базу дали вещи у нее 21 не 30 ну хорошо все взяли пошли нет абсолютно просто на а когда тебе исполнится 30 лет а это будет на это будет вода скоро сразу вопрос как ты будешь праздновать будет ли как 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 ну это наверно в гонге будет где-то на пробежке на как обычно но у нас в сборах постоянно а бывает такое что но вот если на сборах вы как это день рождения команда готовит розыгрыш пасты разрисовывать у бразильца есть да у нас все спокойно не в бразильце да у них когда в день рождения кого-то не разбивает яйца мукой но на тренировке так ловят саламы разбивает на голове яйца и мукой но это ритуал посвящение дамир из горловки спрашивает как ты думаешь какая сборная будет победителем чемпионата мира четырнадцатого года в бразилии кого будешь поддерживать у нас нас с команды хочется до поддержать и хорватию и мы в бразилии играют все ребята поэтому буду за них блять первой игре они между собой вы просто блять или есть анализатор может нет нет просто были как все просто кто был твоим кумиром галкипера в детстве но в украине в украине это был саша шовковский по-моему тогда номер один был диамиду всегда в сборной играл и динамо тогда как раз то есть очень с удовольствием смотрел и его игру и но в европе в мире то есть это для меня как бы техника буфона просто нравится и то как он играет именно из-за техники нравится итальянской стиль ну итальянский стиль ну да не но но это же зависит от тренера как который с которым я работаю в клубе по молодости я там работал с тренером он мне дал свое там свою технику видения то есть другой тренер приходит поэтому каждого по чуть-чуть что должен в отличие от всей общей физической подготовки 3 тренировать вратарь один ну кроме естественно ориентирование внутри ворот потому что и почему вратари раньше выходят ну ничего мы сейчас уже как бы вместе с команд не у каждого тренера просто свое видение он один тренировали что нужно там на разминку выйти за 50 минут да второй говорит что хватит не надо сильно много вот нужно делать такой комплекс разминки и все этого хватит и три не для его по поводу того что там тренировать еще да но это лично каждого то есть считая у нас сейчас шахтере ну тренера дима шутков и томислав то есть принципе на тренировке у нас есть там когда каждый день на что-то направление а что-то доработать для себя то есть это индивидуально как тут кто как хочет может остаться одна с ребятами но он там побить поворотом могут кто-то там пресс покачать кто-то фитнес ходить есть шпионы которые в другие клубы пылесосят у них всякие идеи как они тренируют но вы понимаете люди учатся да кто-то берет кто-то есть европейские тренера вратарей которые делают специально диски на которые там программы видеозаписи в интернете то есть тренировки вратарей поэтому кто считает что не прячет да там свои тренировки то есть открыто дает их с удовольствием потому что от этого только лучше становится ну футболе именно то что тренера начинает там разнообразие в упражнениях то есть если нас смотрит не профессиональные футболисты они могут да я думаю в youtube зайти и ввести видео какое-то и вам покажут по крайней мере пару роликов точно вы найдете ли там с работой вратарей там в испании и англии без проблем руслана из сайта вконтакте задает вопрос не двусмысленный вопрос намеком я думаю ты любишь extreme extreme не скажу что сильно ну что в жизни экстремально уже было парашют нет вот это у меня жена жена хочет парашют нет нет лыжи ну я пробовал да но мне понравилось ну так как нам не особо нельзя поэтому тут запрещено контракт да вы знаете нам хватает перелетов возле воздуха мы летаем очень часто поэтому надо и знаешь когда на фарер из летаешь там так трясет на фарерские острова там самая маленькая полоса в мире самая маленькая полоса в мире и между гор находится и там так трясет что лёша белик уже боится летать после то есть это заменяет да там extreme такой полный слетайте на фареры можно так написать и все больше ничего не надо не ну как внутри себя я где-то романтик но на деле не всегда делаю ну да как-то ну не сильно я романтик так скажу ну внутри хотя идей много бывает но на деле не всегда я думаю потихоньку можем пробовать обозначить вопрос который автор которого получит вот ну мы за одну за волосы мы уже да и потому что это ну я клянусь это а нет маркера случая а вот да извиняюсь какая замечательная студия раз появился подписывает для автора этого вопроса а кстати как человека зовут до 33 бумажки мне здесь вот что тебе сказал дарио это был значит кучеряшки я очень хочу еще задать вопросы ну ты давай давай найдешь да просто кому я подписать вокруг ты можешь написать за вопрос про кучеряшки пока что так болельщики спросили я так детально смотрю потому что я понимаю прекрасно что если вы сидели и ждали этого этого вопроса то своему то вы обязательно хотите а это было раиса раиса из-за полагаюсь города или поселка раздельная у вас красиво кучеряшки разница спасибо за вопрос и вот так поехали валерия не угомонится любишь ли ты петь в душе караоке у вас есть но он не особо так ну а даже когда играет поэтому рядом ну давайте уже про музыку разговорили мы же последнее время на матчах ставим любимые песни до тебя было там да да и ну и вторую я так помню не нашли я меломан просто то есть поэтому я все до стараюсь ну как особо времени нашего получается не попадаем так иногда бывает на какой хотел бы сходить до на многих хотелось бы время было то есть без радость какие в донецк приезжают зависимо от на от наших исполнительных там и заканчивая там российскими вот ходил на скорпион на олимпийском ну да конечно не спокойно спокойно это хорошо в общем жизнь полноценно что мы еще не знаем о тебе вот мы по моему много о чем поговорили ну что что интересного еще может быть ты сейчас раскроешь нам да не я не любитель о себе говорить то есть я люблю люди пускай спрашивают не проще будет это тогда игорь из сайта вконтакте тебя часто можно увидеть на матчах хоккейного клуба донбасс да мне хоккей нравится но я не так сильно часто как ребята есть у нас тома что вообще ну да он хорошо катается поэтому ходит на все матчи но я там был раза три наверное четыре ну просто и семьей был как выпадать с удовольствием ходим мы берем в принципе у нас есть там ребята покупают абонементы мы как-то просто кто попадает на эти матчи то есть кто хочет желание мы просто меняемся абонементами вопрос тут про хоккей был уже до задам его как ты считаешь кому легче вратарю в футболе или вратарю в хоккее да ну здесь нельзя сравнивать каждая профессия по-своему но там просто у них уже есть защитная ну так а скоро зато там скорая шайбы да какая поэтому баланс да то есть есть у каждого плюсы и минусы вот тоже интересно люди спрашивают любишь ли ты экстрим с какой средней скоростью летит мяч футбольный футбольный есть до 100 120 уже большой имя и мягкая шайба какая-то шайба сколько летит по скорости пока все вконтакте есть еще не успеем второй вопрос успеваем выбрать раиса поздравляем если нет ошибки места я даже не знаю все вопросы такие были не знаю как ну скажи быть справедливо если ты сделаешь не я с удовольствием потому что не хочу обижать кого-то потому что все вопросы замечательно давайте понимаешь эти бразильцев на каком языке они с тобой общаются владимир волынский игорь город вот такой был жеребий но я думаю что еще пару пару вопросов мы обязательно пару вопросов обязательно еще озвучим про машины спросили с какой команды начались твои первые шаги футболе пользуясь случаем я наверное скажу что у андрея есть я не знаю с его помощью или просто сама собой появилась страница в википедии там есть подробно да но пару слов можно о родном городе и о команде в ночном ну как и город кировоград и начинал также была команда звезда звезда небоса там поэтому она менялась спонсор менялся а звезда оставалась поэтому заходил как же в детскую юношку школу там и потом уже 15 лет когда там уже выпускной класс у меня тренер аматерская команда вы пригласили туда и он там пять человек забрал с собой как бы туда была команда артемида который выступал был завод артемида водка сахар да и футбол поэтому но это что дало толчок мне потому что я выступал за нее на финале аматорских игр и там меня увидел президент федерации футбола полтавы диченко и он сам вратарь поэтому у меня разглядел видать пригласил полтаву ворска да и вот началось мы до контракт ну да клуб был не против но я попросил полгода потому что команда была там зоне вылета или попросил полгода остаться хорошо замечательно последняя решающая смотрю полем 3-0 выиграли я красиво попрощался не перед это остались до остались то есть и все были довольны и ну все замечательно как сложилось и болельщики меня провели хорошо я просто тоже слышал вот как о мопеде слышал так я еще слышал что какие-то были в детстве когда начал заниматься футболом там не было кроссовок или сороконожек вы бегали в сапога да не не сапога в ботинках но есть ставят из купера до примеру но есть такой все знают там пробежать и вот мы пришли ну там парень у нас был кроссовки кеды ничего тренерском проявил характер говорит так побежал в чем пришел раз забыл знать чтобы следующий раз ничего пробежали отлично время по моему у нас подходит концу нас то буквально пара секунд большое спасибо за время вам спасибо очень приятно было получить от вас столько вопросов надеюсь приходите на футбол а нам не хватает вас ну я думаю выражу мнение всех если мы пожелаем тебе удачи и во всех начинаниях помимо спорта и в спортивной карьере береги себя большое спасибо за время друзья вам удачи терпения и мира что очень важно согласен время я надеюсь встретимся на футболе и будем праздновать победу спасибо до свидания спасибо за просмотр